Здравствуйте, мои дорогие друзья! Добрый вечер! Хочу сказать, что в своё время все религии, все знания, которые мы имеем, которые сейчас поделены на религии, эти знания в своё время приносились пророками, сынами Божьими, для того или иного уровня населения. Например, Иисус Христос принёс знания для очень низкоинтеллектуального уровня, для людей, которые поедали мясо. К сожалению, такие люди обычно отличаются очень низким интеллектом, очень большим уровнем деградации. И, например, демоны-сатанисты сейчас активно пропагандируют кушать мясо, потому что это полезно. Им полезно, людям нет. У людей это приводит рано или поздно к раку, и потом человек никогда не свяжет рак, например, с тем, что он поедал мясо. В разные эпохи, например, Будда пришёл, для одних принёс знания Ахимсу, да, закон Ахимсы. Кришна приходил для иного уровня цивилизации. Он дал совсем другой уровень знаний. Библия даёт куски, отрывки ведических знаний. То есть Иисус Христос, Он принёс ведическое знание, но Он говорит, я не могу вам дать больше. Я не могу вам дать больше, вы не поймёте меня. И вот, например, ведическая культура, ведические знания – это действительно для высокоразвитой цивилизации самое полное знание, которое можно только получить. Пока мы живы, я всем советую приобщиться к этому знанию и хоть немного подчеркнуть истинной культуры о том, как надо жить, как надо даже давать милостыню, кому надо давать милостыню, в какой гуне, в милостыне, например, в разных гунах может быть. Лечение в разных гунах, то есть благость, страсть, невежество. Для невежественных людей вполне нормально лечиться хирургией и попивать те же химические бады, пользоваться медикаментами химическими, использовать химиотерапию. Для невежественных людей они считают, что это нормально, но для гуны благости это ненормально. Для гуна благости используют природа лечения, натуропатию, природные лечения, которыми можно исцелить всё. Но для того, чтобы войти в гуну благости, нужно изменить разум, вектор мышления, вектор того, кем на самом деле должны быть люди. Но так не может. У нас на Земле, например, 64 параллельных измерения, и к нам постоянно приходят люди из низших планет. У нас на нашей планете есть разные планетарные системы, которые находятся в разных реальностях, и мы со своим трёхмерным зрением не можем их увидеть. И, например, в подземном мире есть райские планеты, на райских планетах есть тоже низкие адские планеты, по-моему, если я не ошибаюсь. И там живут как раз вот те цивилизации, которые мы видим в фантастических фильмах в виде всяких там страшилок, чудилок и тому подобное. Всё это существует, а люди так к этому относятся, как к шутке. Ну, изучайте веды, и тогда надеюсь, что... И в ведах есть раздел уфология, космология. Очень интересно. Посмотрите, кто населяет наше пространство, наши 64 параллельных измерения и тому подобное. И, опять же, возвращаясь к тому, с чего начала, знания даны каждому по его уровню развития. И, к сожалению, те, кто ест мясо, рыбу, яйца, рано или поздно приходят на койку докторов, которые предлагают им хирургическое лечение. Потому что такие люди, к сожалению, остались в гуне невежества. Невежество.